Я желаю читать Слово Божие и делиться размышлениями на тему, почему Господь не всегда заступается за нас. Я буду говорить не о каких-то эпизодах нашей жизни, когда кто-то угрожает расквитаться с нами, или болезни приходят в нашу жизнь, или финансовые трудности. Я буду говорить о тех моментах, когда мы имеем с кем-то отношение. Например, может быть, подчиненный с начальником, муж с женой, родители с детьми. И в моменты, когда нам кажется, что Господь бы должен занять нашу сторону и сказать за нас что-то произвести, Господь молчит, не действует и не предпринимает абсолютно ничего. Есть на это несколько причин, о которых бы я и хотел сегодня рассуждать. Библия говорит, что Господь наш заступник, и это понятие включает в себя очень многое и практически все сферы нашей жизни. Но мы обнаруживаем, что не всегда Господь проявляет желание выступать в роли заступничества. Я прочитаю, рассуждая первой причине из второго послания Коринфянам, из 13 главы, 8 стих. Павел говорит, мы не сильны против истины, но сильны за истину. Первая причина, почему Господь не вмешивается в наш конфликт, в нашу трудную ситуацию, заключается в том, что в этой ситуации, может быть, сами не осознавая того или не желая осознавать, мы стоим не на стороне истины. Мы заняли позицию, которая неправильна не только в глазах нашего оппонента, но неправильна и в глазах Господа. Но по той причине, что человеку свойственно мыслить о себе больше и считать себя правильнее и лучше, нежели он есть на самом деле, мы иногда оказываемся не способны это понять и недоумеваем, почему же Господь не дает нам силу, не дает, может быть, нужных слов и аргументов, чтобы отстоять, как нам кажется, нашу правильную позицию. Библия говорит, что все пути человека прямые, правильные в его глазах, но Господь взвешивает души. Но чтобы Господь взвесил нашу душу и чтобы нам увидеть, сколько мы весим, на это нужно согласиться. Некоторые христиане не хотят находиться на Божьих весах, они написанно соизмеряют и сравнивают себя с самими собою. Они не хотят идти на эти Божьи контрольные весы, проверить свое сердце пред Господом, помолиться Ему и сказать, Боже, открой мне, если я не прав, если моя позиция неверна. Вторая проблема, более утонченная, более незаметная. Когда мы стоим, казалось бы, за истину, но не истинными методами. Есть такое выражение, я слышал, как-то некто говорил, за истину, за правду нужно стоять по правде. Этот момент человеку особенно бывает трудно и непонятно. Я вспоминаю, как однажды я наблюдал за одной конфликтной ситуацией, она была очень серьезная. И я очень старался разобраться, кто прав и кто виноват. Я вглядывался, всматривался, наблюдал, слушал. И долгое время мне было очень трудно сделать выводы. Я видел, может быть, какие-то неправильные действия из той и с другой стороны. Но однажды одна из сторон предприняла очень неправильное и очень некрасивое действие. И тогда я сделал вывод, что правы другие. Прошло несколько времени, и сегодня я вижу, что, оказывается, неправильно может поступать и человек, который отстаивает правильную позицию. Он может применить какие-то неверные средства, неверные способы, может быть, сказать какие-то колкие слова и этим дискредитировать то, что совершает Господь и за что стоит Он Сам. И когда Господь видит такие действия, Он тоже не может вступаться в этом конфликте и защитить нас, потому что, защищая правду, мы действуем не по правде. И есть одно место в послании Коринфянам, также в 10 главе, во втором послании Коринфянам, 10 главе, 6 стихом. Павел говорит, мы готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Когда Господь видит двух человек или две стороны, которые имеют какое-то непонимание, какое-то недоразумение, и, в принципе, одна из сторон занимает верную позицию, но предпринимает множество неправильных действий. И Господь тоже не может включаться в эту ситуацию. Апостол Павел, выражая Божий характер, говорит, что мы готовы пресечь непослушание, мы готовы пресечь что-то со стороны оппонентов тогда, когда вы начнете вести себя идеально. Мы на это порою бываем неспособны. Для нас бывает достаточно, что мы стоим, как нам кажется, на прочном основании, мы отстаиваем верное понятие, и нам кажется, что уже эта цель оправдывает сами средства. Но почему-то конфликты затягиваются, проблемы продолжаются, и мы молимся и говорим, Господи, мы не понимаем, когда Ты скажешь Твое последнее слово, а Господь не говорит, потому что Он ждет, когда наше послушание исполнится, когда наша позиция станет идеальной. И тогда Господь начнет стучать в сердце вашего мужа, или вашей жены, или ваших детей, и показывать им то, что они совершают неправильно. Есть два пути, когда мы пытаемся отстоять свою позицию. Первый путь – это путь нашего «я», когда мы решаем идти путем бесконечных споров, бесконечных аргументов, выискиванием доказательств. Мы очень сильно верим в силу слова, в силу наших аргументов, и не даем Господу действовать. Нам очень трудно в споре не сказать последнее слово, оказаться, может быть, без каких-то логических представлений, но в это время мы поступаем не так, как говорит Священное Писание. Библия говорит, кто мудр, докажи это на самом деле добрым поведением и мудрой кротостью. Оказывается, по стандартам Священного Писания не всегда мудрый человек должен сказать последнее слово. Он не спешит перекрыть один аргумент другим. Он вверяет дело Господу. Этот человек всегда кроткий и мудрость, сходящая свыше, написана мирна и послушливо, то есть уступчива. Почему она не паникует? Почему она не переживает и не терзается своей внутренностью, что не услышаны были слова, не приняты были какие-то убеждения? Потому что она знает, Господь сам заступится за истину. Истина сама по себе сильна. Я слышал, когда некоторые люди, предприняв в попыхах, в поспешности какие-то неверные действия, потом им приходилось советоваться. Они звонили и говорили, что нам делать, как нам поступать. Знаете, ситуация уже зашла далеко. И когда я говорил им о том, что всегда лучшим путем, идеальным путем является смирение, и все вверять в руку Господа, они говорили, ну тогда дело зайдет в тупик. Как неужели вы не верите, что Бог живой? В этом и проблема многих из нас. Когда мы выдвигаем на первый план наше «я», наше доказательство, наше убеждение, это говорит о том, что мы не верим, что Бог есть живой. Мы не верим в то, что Он сам может заступиться за ту истину, источником которой Он является. Но поскольку мы предпочитаем бороться, мы любим сражаться, нам доставляют удовольствие эти поединки, Господь стоит в стороне и не включается в эту ситуацию. Мы просто оказываемся неспособны молиться и доверять Господу. Несколько лет назад я говорил одним из людей, одним из человеков, который оказался в аналогичной ситуации, которую я сейчас описываю, и он говорил о тех непониманиях, недоразумениях, которые он встречал в жизни с людьми. И тогда я просто сказал ему, неужели нельзя было просто молиться, и Бог бы что-то сделал. Он говорит, хорошо, если ты можешь идти этим путем, иди этим путем. Прошло много лет, и я удивился, насколько действительно правильно я в тот момент сказал, даже не зная до конца глубины и истины вот этих слов. Может быть, сам Господь положил мне их на уста. Я увидел в жизни, что очень часто, когда мы не можем найти друг с другом общий язык, не можем найти понимание, нам просто нужно молиться Господу, который гораздо сильнее нас и гораздо сильнее наших слов. Я неоднократно испытывал в жизни, когда я начинал молиться Господу, о котором написано, что сердце царя в руке Господа, и он куда хочет, как поток и вод направляет его. Я видел, что человек, который, может быть, в чем-то был со мною несогласен, вдруг начинал изменять свои мысли и говорить уже то, что являлось согласным со священным Писанием. Я молился с человеком, который приближался к Господу, и мы имели с ним дня два таких горячих разговора, когда он никак не хотел принять то, что говорит Священное Писание. Я был в таком переживании и думал, неужели этот человек действительно может когда-то принять Божью истину. Мы вечером молились с женою, когда он следующее утро, я пришел к нему домой, этот человек имел уже на 180 градусов другие понимания. И он говорит о себе, «Вчера я захотел вдруг помолиться Господу. Я стал молиться и вдруг почувствовал, как мои мысли начали изменяться. Я вдруг стал видеть, что то, что я говорил, то, как я поступал, то, что я предпринимал, не есть правильно. И буквально за одну ночь из оппонента он превратился уже в сторонника. Он стал человеком, с которым у нас было единомыслие и понимание. Это то, что совершает Господь. Но когда у нас нет доверия, как в случае с Яковом, он спешит скорее взять то, что, казалось бы, принадлежит ему, тогда мы идем путем нашего «я» и обязательно пожинаем большие, огромные проблемы. В Библии написано, когда апостол Яков разграничивал понятие божественной и человеческой мудрости, там сказано, «Если в сердце вы имеете зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная и бесовская». Долгое время я не мог понять, при чем здесь сварливость, качество, которое мы обычно приписываем женам, когда они пытаются добиться что-то от своих мужей, и долго говорят, с утра до вечера повторяют, может быть, одну и ту же фразу и ждут, когда же, наконец, муж забьет долгожданный гвоздик или доску, или сделает еще что-то. И здесь, когда апостол Яков разбирает какие-то серьезные проблемы, он тоже говорит о сварливости. Посмотрев другой перевод в английском языке, я увидел, что слово «сварливость» там переводится как «искание своего». Это запутало меня еще сильнее. Я не знал, что можно найти общего между сварливостью и исканием своего. Мне казалось, что эти переводы как бы отличаются друг от друга. Но поразмышляв немного, я понял, что эти два слова абсолютно означают то же самое. Когда жена желает добиться что-то от своего мужа, у нее есть какие-то желания, какие-то цели, и она идет путем аргументов, путем доказательств, путем длинных, долгих речей и слов, которые муж постепенно привыкает и перестает их замечать, в это время она ищет своего. И здесь Писание говорит, что когда ты ищешь своего, то есть ты идешь своим путем, ты движешься к своим целям, тебе кажется, что ты сторонник и защитник истины. В этот момент Яков говорит, ты просто-напросто не имеешь мудрости, которая является божественной, потому что она мирна, потому что она кратка, потому что она уступчива, и она все вверяет во всемогущие руки Господа. Я благодарю Бога за те методы, которые применяет моя жена. Может быть, я могу много каких-то каждому человеку предъявить претензии, мы можем предъявить претензии к нашим супругам и супруге, но однажды я сказал, какой уж нельзя назвать тебя так это сварливой. Она просто не способна к этому. И когда она имела какие-нибудь желания по хозяйству, чтобы я делал то, то, что мне казалось совсем ненужным, неправильным, трудным и так далее, она не говорила об этом долго. Было несколько у нее таких, были разные мечты в жизни, но вдруг через какое-то время я вдруг становился ее сторонником. Что-то удивительное. Я говорил, вот этот вопрос, больше не упоминай. Все, я категорично настроен, мы это делать не будем. Проходило полгода или год мы это делали. И я вижу, что это верный путь, потому что не летят искры, потому что нет никаких споров, нет никаких ссор, нет никакой перебранки. Это путь божественной мудрости, которая ищет того, чтобы все было мирно, спокойно, тихо и по правде. И это есть причина, почему Господь иногда не включается в нашу ситуацию. Мы стоим на правильной позиции, но действуем неправильными методами. И Бог говорит, а только тогда начну действовать, когда твое послушание исполнится, когда твоя позиция станет идеальной. Иногда действительно бывает трудно служителям разбирать какие-то ситуации, когда мы видим, что может быть муж или жена в принципе правы, но они очень много неправильного сделали, защищая свою позицию. И мы не можем освещать другого человека, который стал неправильной позицией, потому что он постоянно указывает на недостатки того, кто в принципе прав, но применяет неверные действия. И это все затрудняет, усложняет, и конфликты продолжаются очень долго во времени. У нашего Господа есть прекрасные средства, есть прекрасные методы достигать защиты истины. Третья причина, которую я хотел бы сказать, это некое злорадство, которое прячется в глубине наших душ. Я думаю, что многие, кто здесь находятся, наверное, никогда не считали себя виновным в таком грехе. Но вспомните, не было ли случаев, когда вы, достигая своей цели, может быть, через какое-то время увидели, что сделали все-таки по-вашему, и вы говорите, ну я же говорил. Это есть замаскированное злорадство. Это есть некая месть. И мы не понимаем очень часто, что этим злорадством мы удлиняем снова конфликты. Я вспоминаю один эпизод из книги «Хижина дяди Тома», где рассказывается о жене сенатора. Этот сенатор был участником принятия закона против беглых рабов, и его жена пыталась доказать ему, пояснить, что это очень жестоко, значит, этих бедных, несчастных людей хватать, арестовывать, сдавать своим хозяевам, где их ждет очень печальная участь. И эта жена имела некоторый диалог, как вдруг именно в это время к ним постучались беглецы, как раз беглые рабы. И, значит, прошел некоторый диалог, как раз до этого у сенатора погиб ребенок, умер, который был как раз возрастом того мальчика, с которым пришла беглая вот эта женщина. Что-то произошло в его сердце, и вместо того, чтобы сдать их властям, он ночью, рискуя своей репутацией, свободой, на своей кибитке отправил их, увез их далеко-далеко от этого места в очень плохую погоду. И там подчеркивается одна такая деталь. Жена сенатора была не из тех женщин, которые говорили, ну я же говорила, все-таки поступили по-моему. И вы знаете, что происходит иногда? Мы недоумеваем, почему Господь не заступается за нас. Жена, которая, кажется, кроткая, смиренная, говорит, Господи, пожалуйста, открой моему мужу, что надо сделать так. Ты видишь, он глава, я должна его слушаться, но в данный момент это решение такое неразумное, я прошу тебя, открой ему. И вот происходит, проходит, может быть, месяц, и у мужа мысли начинают меняться. Он думает, ага, вообще-то жена моя говорила правильно, но сейчас, если я это признаю, она скажет, ну я же говорила. И его борьба продолжается. И мы не понимаем, мы молимся Господу, Господи, когда ты начнешь действовать? Он уже подействовал. Теперь ваше злорадство дает о себе знать. Когда вы, когда ваш супруг или супруга знает, что вы скажете, и это упрямство продолжается. Упрямство, это когда человек стоит на своем, когда он уже все понял. Когда он понял, что он не прав, когда он понял, что он выбрал не ту дорогу, но его гордость мешает ему поменять направление. И вот эта гордость уизвляется как раз злорадством. Давайте мы вспомним некоторые ситуации в Священном Писании, когда люди эту проблему побеждали. Посмотрите Давида и Саула. У них был затяжной длительный конфликт. Несколько раз Давид имел возможность, чтобы эту проблему решить. Он имел огромную, может быть, поддержку народу, он имел ресурс и так далее, чтобы просто повернуть, все поставить на свои места и самого себя, а помазанника поставить на царство. Как уже многие это и понимали. Но он действовал другим путем. Он действовал путем божественной мудрости, все доверяя исключительно в руку Господа. И вы знаете, когда Господь воцарил его? Когда он поставил его на царство, не было никакой мести, не было никакого злорадства к дому Саула. Напротив, когда он услышал, что Саул погиб, он оплакал его. И люди, которые пришли к нему и хотели перед ним немножко польстить, и говорят, вот я был там, я видел, как Саул умер, он еще немножко дышал, я там помог ему умереть. Он говорит, как ты не побоялся поднять руки на помазанника? Были военачальники, которые шли против Давида еще после смерти Саула. И они шли потом на примирение. И Давид говорит им, вы будете моими военачальниками. И вдруг некоторые люди поднимали руку на сына Саула и приходили, и говорят, вот мы что сделали. Он говорит, как вы не побоялись этого? Не было абсолютно никакого чувства мести. Он встал на трон, и Господь поставил его, потому что он стоял на истине и действовал истинными методами и не имел никакого злорадства. Подобная ситуация произошла с Иосифом, с человеком, которого родные братья продали в рабство. И Господь возвысил его и подчинил ему его братьев, но в сердце Иосифа не было ни малейшего злорадства. У него не было желания напомнить им и наказать их за то, что они однажды сделали с ним. Вот причина, почему иногда Господь не возвышает нас, почему Господь не заступается за нас, потому что Он видит, что в вашем сердце, как только Господь скажет за вас слово, вы скажете, я же говорил. Господь является заступником истины, а не защитником нашего эго. Которая пытается всяческими методами самоутвердиться. Которая все, что желает, это подавить своего противника или оппонента. Хоть будь это в споре или в семейных отношениях. Это наша гордыня. И не надо прикрывать ее истиной. Библия говорит, не лгите на истину, не думайте, что истина с вами. Она не с вами. Потому что вы идете путем вашего Я. Вы идете путем гордыни. Вы идете путем подавления. Однажды был случай, когда сыны израильские имели претензии к сынам Иудиным. И они выговаривали им. И написано, но слово мужей Иудиных оказалось сильнее слов сынов Израилевых. Не написано, что они предъявили какое-то убежденное слово, которое разрешило их проблем. Они просто подавили это все. И так же мы хотим иногда иметь такое состояние, чтобы нам не нужно было никому ничего объяснять, чтобы Господь стоял за нас и подавлял все то, что не по-нашему. Бог никогда не пойдет таким путем. Мы сильны за истину. Мы не сильны против истины. И если мы стоим за истину, не за наши интересы, не за искание своего, не за наше Я, тогда Господь будет с нами. Когда Иисус Навин намеревался брать город Иерихон, и написано, он находился близ этого города и вдруг увидел человека с обнаженным мечом. Иисус Навин говорит, наш ли ты или из неприятелей наших? И эта личность отвечает, я вождь воинства Господня. Как нам хочется перетянуть Господа на свою сторону. Как нам хочется поставить Господа защитникам наших пониманий. Бог говорит, я вождь воинства Господня. Я не защитник тех, кто начнут грешить. И мы видим, что в следующей главе Господь проявил себя не как однозначный сторонник Израиля, а как сторонник тех, кто стоит на истине. Мы видим, как из этого Иерихона, города, обреченного на разрушение, спасается языческая семья, Рав, которое написано живет среди Израиля до сего дня. И мы видим, как среди Израиля погибает другая семья, семья Ахана, которая взяла заклятая. Если бы вождь воинства Господня сказал, я ваш, значит Ахав, Ахан бы жил, Рав бы погибла. Но Господь сегодня не смотрит на лица. Он не смотрит на твое положение и даже на твои аргументы. Он смотрит на твое сердце. Чего оно ищет? Чего оно достигает? Является оно носителем мудрой кротости или сварливое, имеющее горькую зависть, соперническое сердце. Бог говорит, я вождь воинства Господня. Я заступлюсь за всякого, кто будет стоять за истину. Мне не важно, какое имя у тебя, мне не важно, сколько лет тебе, не важен твой духовный огромный или маленький опыт, когда ты будешь стоять за истину, а не за себя. Я буду твоим заступником. Мы помолимся Господу и попросим Его и скажем, Боже, научи нас отличать мудрость земную, душевную от мудрости, исходящей свыше. Научи нас отличать истину от притязаний нашего Я. Научи нас отличать путь доверия и смирения от пути гордости и искания своего. Боже, мы хотим быть всегда на Твоей стороне. Мы не хотим перетягивать Тебя на нашу сторону. Мы хотим встать на Твою сторону и тогда нам нечем абсолютно будет беспокоиться. Господь всегда за нас скажет Своё Слово. Помолимся Богу. Слово.